Столько красавиц разом в Сочи еще точно не видел. Обычное место проведения конкурса красоты – Москва. В этом же году 23-й национальный фестиваль «Краса России» перебрался в Сочи и проходит при поддержке администрации курорта. Полуфинал конкурса уже состоялся. В его рамках – волнующая дефиля в купальниках, самопрезентация и интеллектуальный этап. Фавориты уже определились. Имя же «Красы России» жюри назовет 28 февраля. Девушкам предстоит продемонстрировать не только свою внешность, но и талант, а именно вокальные и хореографические способности. А вот порядковые номера, под которыми модели выйдут в финале на подиум, определили черноморские афалины. В сегодняшней программе «Большого дельфинария» не только привычное шоу дельфинов, но и жеребьевка. По счастливой случайности первый номер достался представительнице Краснодарского края Кристине Алехиной. На самом деле не первый раз в этом прекрасном дельфинарии. Неожиданно, что для нас организаторы придумали такую жеребьевку. Я надеюсь, что с легкой подачей дельфинов прекрасных номер один принесет мне удачу. Я вообще люблю по жизни быть первой. И в этом конкурсе, надеюсь, тоже отстаю честь Краснодарского края и стану номером один. Непосредственно город Сочи на национальном конкурсе «Краса России» представляет Валерия Сергеева. Девушка, что интересно, не из модельного мира, а как сейчас модно в Сочи, из спортивного. Валерия занимается профессиональным бодибилдингом. Я очень люблю этих животных и рада, что жеребьевка прошла именно таким образом. Дома и стены, как говорится, лечат, помогают. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Думаю, что артистические какие-то данные в любом случае понадобятся. Понадобится талант, обаяние, харизма. Ну и, конечно, все зависит от желания, а оно есть. К слову, первую «Красу России» выбрали в 1995 году. Это старейший конкурс красоты. И в этом году он проходит под девизом «Сочи – столица красоты». Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова